Друзья, довольно долгое время уже идут споры о том, как должен выглядеть шицу, о типах, что есть американский, есть скандинавский, английский, какие-то еще европейские типы. Спорить можно долго, но для того, чтобы разрешить для себя этот вопрос, наверное, стоит взять карандаш и нарисовать того идеального шицу, который описан в стандарте. К сожалению, я не наделен художественными талантами, и все мои попытки нарисовать идеального шицу не завершились успехом. Я попытался воспользоваться картинками, которые есть в интернете, с разными ошибками, правильными или не очень правильными, на базе которых можно было бы, пользуясь редакторами графическими, и как-то пункт за пунктом, следуя стандарту, нарисовать того шицу, который описан в стандарте. Возможно, я окажусь где-то неправ, и каждый может пройти этот же путь самостоятельно и высказать свое мнение. Есть несколько картинок, которые все вы видели в интернете. Какие-то вызывают улыбку, какие-то заставляют задуматься. На какую из них был оперец сложный вопрос. То, что на английском канал-клабе мы видим картинку, вот последнюю, она хорошая, да, но тоже, наверное, не является идеальной для того, чтобы иметь представление. И вот мы проследуем дальше, посмотрим на то, что предлагает нам американский канал-клаб. Именно таким видится иллюстратором книги Official Book of the Shih Tzu. И, к сожалению, именно эта картинка, мне кажется, внесла большие проблемы в нашу породу, потому что не иллюстрирует то, что описывает стандарт, в том числе и американский. Вот как это выглядит. Вы видите эту собаку. Здесь описаны пропорции в стандарте именно так, как они прописаны не только в стандарте ФЦИ или в английском, а точно так же они прописаны и в английском, и в американском стандарте, и в канадском стандарте. Мало того, эти пропорции считаются важнейшими для нашей породы. Однако, в чем загвоздка с этой, что не так с этой иллюстрацией? Давайте посмотрим. Как только мы начинаем замерять, ну, компьютерам позволяет это делать в пикселях, что я и сделал, то мы смотрим, что высота от холки у собаки до пола составляет 367 пикселей. И длину до корня хвоста от холки, как нас просят замерять собаку в стандарте, составляет 338 пикселей. То есть мы даже не получаем квадрат, мы имеем перевернутый прямоугольник, что просто непозволительно, согласно стандарту, и ведет к тому, что мы такую собаку не можем считать собакой в типе. Что же нам делать с такой собакой? Вот мы очистим от лишнего мусора картинку. Есть несколько путей, как мы можем изменить пропорции. Собаку можно удлинить, но мы потеряем компактность, даже если мы будем делать это за счет груди. И собака будет смотреться еще легче, чем она смотрится. Стандарт нам говорит о том, что собака шицу – это крепкая порода, компактная, с большой грудью и на коротких ногах. Ну, значит, с коротких ног, наверное, все-таки мы и попробуем начать. Вот мы укорачиваем ноги. Не обращайте внимания на углы. Да, конечно же, они не идеальны, но и графический редактор ограничивает меня в нескольких возможностях. Но мы получаем уже какую-то другую собаку, отличающуюся от первоначальной. Давайте посмотрим на ее пропорции. Остаются те же самые 338 пикселей по спине от колки до корня хвоста, но высоту мы уже имеем 324 пикселя. То есть мы имеем тот правильный прямоугольник, который требует от нас стандарт. Как это будет выглядеть в сантиметрах? Это будет, возьмем за базу 25 сантиметров, объясню позже, почему именно 25. В длину это будет примерно 26 сантиметров собака. Мы видим у этой собаки хорошо упущенную грудь по-прежнему, уже короткие ноги. Но собаке не хватает баланса, который описан в стандарте. Это хвост должен быть на уровне черепа, он явно ниже. И нам придется с этой пропорцией тоже что-то делать, для того, чтобы получить того идеального шицу. Что же мы можем сделать? Мы можем попытаться просто поднять хвост. Зачастую таких собак можно увидеть. Но вот такой вот задранный хвост, открытый, он все-таки теряет ту самую форму ручки чайника, которая тоже является характерной для нашей породы. И скорее нежелателен, чем будет дополнением к балансу собаки. Что же нам сделать в этом случае? Я думаю, что все-таки мы вынуждены будем укоротить шею. Вы видите, как это происходит? Мы укорачиваем шею. Хвост будет чуть-чуть ниже. С шеей очень важно не потерять длину. Если очень сильно укоротить шею, то, скорее всего, положение плеча ухудшится. И такая собака будет не только плохо нести голову, но и будет показывать плохие движения. Ну, многие видели собак, заваливающихся наперед. Как правило, это связано именно с этим сочленением. И здесь вот этот баланс очень сложно соблюсти, к сожалению. И основная борьба в породе, наверное, идет за положение лопатки максимально оттянутой, которая высвободила движение передних ног. Да, и подразумевается, конечно, что углы задних конечностей дают очень мощный толчок шицу. И вот этот баланс очень важен. Теперь что же делать с хвостом? Ну, вот, наверное, более правильная, более приближенная форма хвоста, ручка чайника. То есть она чуть дальше закинута на спину. Рисунок, конечно, не идеальный, но уже дает примерное представление о балансе. И вот, наверное, мы приблизились к тому, что описывает стандарт. Теперь очень важно понимать, вот все эти споры вокруг 27 сантиметров или 28 сантиметров или 22 сантиметра. Они всегда будут упираться в один потолок, в вес. Если собака с такой хорошо опущенной грудью, с крепким костяком, если она будет иметь рост 27 сантиметров, она непременно выйдет за рамки 8 килограммов. Игнорировать в стандарте нельзя ничего, в том числе и вес. Соответственно, такую собаку мы не можем считать идеальной. Для того, чтобы собака была крепкой, чтобы она была в растянутом формате, на коротких ногах, наверное, все-таки эта собака и сохраняла вес до 8 килограмм. Как правило, это кобели в районе 25 сантиметров или несколько ниже. Да, надо не забывать, что если корпус кобеля будет чуть длиннее, и суки в том числе, то есть это не будет нарушением с точки зрения стандарта. А вот короче, это будет нарушение. В общем, примерно так я себе вижу идеального шицу. Наверное, вот так он выглядит в шерсти. Тоже важно не забывать о том, что почему так плохи короны. Они нарушают тот самый баланс хвоста с головой и создают превратное ощущение в принципе о породе. Да, это может быть здорово для фотосессий, но, наверное, не в ринге. Ну и сравним с первоначальным шицу, которого мы так старательно переделывали. Возможно, кто-то останется при своем мнении и будет придерживаться точки зрения, что первый шицу хорош. Я же считаю, что относительно того, что мы получили, он имеет целый ряд недостатков, которые не позволяют ему в правильном ринге конкурировать. Спасибо. Буду рад слышать и ваше мнение в том числе. Спасибо.